Утром, примерно в 9 часов, авария произошла на пересечении улиц Торикулова и Дулати. Здесь столкнулись с Chevrolet Cruze и ВАЗ-2114. Обе автомашины шли по Дулати, Chevrolet направляясь в сторону улицы Мамедовой, а ВАЗ ему навстречу. Столкновение произошло, когда Chevrolet Cruze поворачивал налево на улицу Торикулова. Пожилой водитель 14-й в свою очередь объяснил, что не успел среагировать на неожиданный маневр Chevrolet. Я ехал прямо на зеленый сигнал светофора. Вдруг вижу, прямо передо мной поворачивает машина. Я стал тормозить, и чтобы уйти от удара, повернул влево. Но разъехаться мы уже не успели, и произошло столкновение. Я не успел остановиться, несмотря на небольшую скорость движения. К счастью, в аварии никто из людей не пострадал, но обе автомашины понесли материальный урон. На место ДТП водители вызвали полицейских и представителей страховых компаний. Чья компания возместит ущерб, выясняют основатели административной полиции. Еще одну ДТП полицейские зарегистрировали на Тамерлановском шоссе вечером примерно в 10.30, недалеко от перекрестка с улицы Богдана Хмельницкого. Здесь столкнулись три автомашины Opel Vectra, Deo Nexia и микроавтобус Ford Transit. Все машины двигались по Тамерлановскому шоссе. Впереди Opel, а сразу за ним Nexia и Ford. Авария произошла, когда двигавшаяся первая Vectra резко остановилась. Я ехал по дороге, впереди меня на скорости шел Opel Vectra. Когда та машина уже подъехала к перекрестку, она внезапно остановилась. Впереди был регулировщик, который командовал, чтобы машины проезжали перекресток. Но водитель Opel, видимо, не понял его команду и резко нажал на тормоз. А я не успел остановиться и врезался в него. Водитель Opel рассказал, что действовал согласно правилам, остановившись на запрещающий сигнал светофора, но регулировщика подающего команды не видел. Третьим в стоявшей автомашины врезался микроавтобус Ford, отчего Opel Vectra получил второй удар. Но в аварии больше всего пострадала Nexia, оказавшаяся зажатой между двумя автомашинами. К счастью, в аварии никто не пострадал. Автомашины же понесли крупный материальный ущерб. Кто его восстановит и степень вины водителей, выясняют инспекторы дорожно-патрульной полиции. В 10 часов вечера к спасателям оперативного отряда департамента ПЧС за помощью обратились родственники 46-летней женщины, проживающей в одной из многоэтажек по Тамерлановскому шоссе. Они рассказали, что уже почти сутки женщина не отвечает на телефонные звонки и стук в дверь. Хозяйка квартиры страдает эпилепсией. Возможно, ей нужна помощь. Оперативно прибывшие на место вызова спасатели в течение 10 минут при помощи слесарных инструментов открыли дверь и прошли в квартиру. Женщину специалисты ПЧС обнаружили лежащей в кровати. Парамедики, также прибывшие на место вызова, осмотрели хозяйку квартиры. К сожалению, женщине помощь уже не требовалась. Врачи констатировали ее смерть. По одной из версий, она скончалась в результате приступа эпилепсии в тот момент, когда рядом никого не находилось. Более точные причины смерти хозяйки квартиры устанавливает судебно-медицинская экспертиза. О днем примерно в два часа за помощью с такой же просьбой открыть дверь обратилась другая жительница города. Она рассказала, что дверь квартиры заклинила, а в помещении находится малолетний ребенок. Возможно, он в опасности, на кухне горит газ, а рядом нет никого из взрослых. Специалисты отряда в течение трех минут вскрыли дверь и прошли внутрь. К счастью, в этом случае все обошлось. Ребенок оказался в холме в порядке. Утром первого, мы на месте. Ты на нас заработал, включили до тускового голоса. Не запринято, уезжаем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!